Здравствуйте, меня зовут Макарова Юлия Владимировна, я воспитатель школы 15-17. Работая с детьми, я ищу новые подходы и новые методики. Я заметила, что дети в группе делятся впечатлениями о интересных телепрограммах и детских блогах. Мы с ребятами обсудили содержание интересующих их направлений и организовали игру «Ребята-лагерята». В блогерстве и журналистике очень важным вопросом является соблюдение информационной безопасности, поэтому все наши репортажи не выкладываются в открытом интернет-пространстве. Нашими зрителями являются дети из соседних групп. Этот способ онлайн-общения является очень актуальным в условиях ограничения контактов между группами. Целью образования в дошкольном возрасте является разностороннее развитие личности. В основе методики, которую я применяю, игровая деятельность. А игра в медиаблогеров позволяет каждому ребенку из содержания ролей получить представление о современных способах коммуникации. Именно в игре дети могут накопить опыт общения, проверить свои силы в новой интересной профессии и вместе с этим активизировать свои знания в разных направлениях. А это что такое? Это чертеж. А зачем нужен чертеж? По чертежу строят ракеты. А это тогда что такое? Это костюм космонавта. А зачем еще один, если уже здесь? А это чтобы запасной. Кто-то мы устали. И у космонавтов, и у нас есть комната для отдыха. Пойдемте. А что вы здесь делаете? Как можно отдохнуть, когда чего-то делаешь? Конечно, можно прекрасно отдохнуть, когда меняешь одно дело на другое. Девчонки, нам надо идти в квартирный зал, чтобы быть сильными, как космонавты. Игра в блогеров позволяет осуществлять детскую деятельность в разных направлениях. Когда одни дети снимают репортаж в роли блогеров, другие разыгрывают разные жизненные ситуации. Игровая деятельность выступает важным условием развития ребенка. Развивает внимание, память, мышление, воображение. Игра мобилизует внутренние силы ребенка. Помогает развить в нем навыки самостоятельности. Умение ставить задачи, планировать свою работу, достигать результаты вместе с командой. Получился отличный репортаж. Теперь надо все смонтировать и опубликовать для друзей. Продолжение следует.